Байкальский природный биосферный заповедник использует шесть катеров в научных и охранных целях. Непосредственно с акватории воды можно увидеть намного больше, чем непроходимые местности побережья заповедника. На медведя фотоловушки стоят. Ну вообще. И вот нереально, чтобы дошли пешком там. Им надо подниматься день-два. А на такой технике мы их доставляем час-два, а не на месте. Катер привозит ученых на медвежьей стоянке, как кадры из фильма «Аватар» – привычные растения в человеческий рост. Дикая природа и не менее дикие обитатели. Переемнинский разрез – это местонахождение кайнозойских отложений с остатками растений. Здесь бывает довольно опасно. Сотрудники заповедника вооружены спецсредствами. Поверьте, тут сильный запах медведей. Косолапые могут прийти в любой момент. Поэтому группа ученых надолго не задерживается. Проверку видеоловушек производят в считанные минуты. Для этого приходится лазить по деревьям. Мы фотоловушку устанавливали в прошлый четверг. То есть неделя еще не прошла. Вот за неделю медведь приходил. Вот он отмечается у нас на кадрах с фотоловушек. Небольшой медведь. Медведи долго возятся с приманкой. Хотят открыть емкость со спрятанной внутри едой. Или утащить с собой. Все попытки топтыгинах безуспешны. Недоступный подарок, надежно упакован. И весьма тяжел, чтобы унести подальше от видеокамеры. Гнев с ревом Косолапого далеко не редкость. В переемнинском разрезе укусы насекомых довольно болезненный. Не спасает густой мех и толстая, в прямом смысле слова, медвежья шкура. Приходится чесаться. Трение о дереве часто напоминает причудливый танец. Стоя на задних лапах, Михаил Потапович и правда напоминает человека. А на этих кадрах движение напоминает танец с шестом. В мониторинговой точке наблюдение за крупным хищником регулярное. Бурый медведь не может пройти мимо пахучей ловушки. Сотрудники говорят, что даже немного издеваются над животным. В качестве приманки кладут мясо, рыбу, либо внутренности. Зато это позволяет узнавать о времени выхода из залегания в берлогу, когда появилось потомство и количество медвежат. Фиксируется даже, когда мишки линяют. Таким же способом наблюдают за другими животными. Частый гость – косуля. Недавно заметили новый для заповедника вид барсука. Берут пробы и воды, и грунта, и лес, и зверей. Все это, в общем-то, делается в заповеднике. И делается это, естественно, для сохранения нашей природы. Всего в Байкальском природном заповеднике обитает 60 медведей. А также 6 видов очень редких видов, предопитающих внесенную в Красную книгу Республики Бурятия. Среди них такие редкие виды, как крот алтайский, весной северный олень и выдра весная. Мы надеемся, что все редкие виды животных будут здесь развиваться в безопасности. Садом, Кертенеев, Николай Дубаев, телекомпания АТВ, Кабанский район.